Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправимся на великолепную прогулку по осеннему лесу с восхитительными видами на Тихий океан. Если честно, то мы уже не первый раз в этом месте, и планируя сюда вылазку, я как-то не сильно рассчитывал на что-то особо интересное, ну типа пройтись, и ничего сверхъестественного. Но! Эта прогулка, я бы сказал, стала для меня самой интересной из всех раз, когда я бывал здесь. Даже не скажу, что именно привело меня к такому умозаключению. То ли великолепная погода, сопровождающая нас на всем пути, то ли осенний лес так подействовало на меня в частности, то ли в этот раз мы прошли этот путь, как говорится, на одном дыхании. Было как-то по-особенному легко. То ли открывающиеся виды поразили меня больше, чем в предыдущие разы. А скорее всего, все это слилось воедино. Итак, друзья, мы с вами в Purissima Creek's Redwoods Open Space Preserve, Расположен он на западных склонах исторической Кингс Маунтин. Есть несколько входов, через которые вы можете попасть сюда. Один из них находится в нижней части парка и имеет небольшую стоянку. Основной же вход расположен в верхней части, и добраться сюда вы можете по Скайлайн Бульвару. Автомобиль можно оставить на парковке, и ссылка на нее, как всегда, в описании. С сайта этого парка я узнал, что она вмещает 30 автомобилей. А так как это достаточно популярно, место, то думаю, что собравшимся здесь провести свой день, стоит приехать пораньше. Мы свой путь начали как раз с основной парковки, и отправились вниз по Норсрич Трейл, а точнее по ее пешеходной части. Субтитры создавал DimaTorzok Насладившись удивительными, открывающимися видами, мы свернули на Waitmore Girls Trail и продолжили движение вперед. Тропа медленно и уверенно спускалась все ниже и уводила нас все глубже. И вот мы уже опять находимся под кронами многовековых деревьев. Каждая из них по-своему интересна. Некоторые имеют очень причудливые формы и поражают своими размерами. Попадая в такие места, я не устаю удивляться высоте этих деревьев. Каждый раз ты себя ощущаешь, как гулливер в стране великанов. Продолжая продвижение, ты опускаешься все ниже, и солнце все реже составляет себе компанию. И даже в достаточно теплый день наверху, вы можете окунуться в прохладу, оказавшись внизу. Поэтому позаботьтесь заранее о теплых вещах. И еще здесь очень быстро наступает темнота. Поэтому хорошо спланируйте по времени свое возвращение. Свой первый поход сюда, а это было зимой, мы не подрасчитали нашей силой. И не успели вернуться до наступления темноты. И поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Темнеет моментально. А судя по рассказам, вокруг обитают горные львы. И где-то притаившись за деревом, он точит свои когти. Да ладно, шучу. Но, как говорится в каждой шутке, есть доля шутки. И не стоит забывать об этом. Сделав небольшой привал, вот на этих самых жердочках, мы решили немного подкрепиться перед возвращением назад по Харкинс Ридж Трейл. И так как до этого момента мы с вами все время спускались, то теперь почти весь путь назад мы будем подниматься. И не буду вас уверять, что это совсем легко. Но как мне ощутилось в этот раз, хоть у меня и был продолжительный перерыв в активных физических нагрузках, это не было тяжело. Весь этот маршрут я прошел в удовольствие. И дабы уверить вас в том, что вы сможете, по дороге мы встречали людей даже с маленькими деснями. Небольшая часть обратного пути проходит вдоль ручья Пури-Сима-Крик. И звуки бурлящей воды еще более дополняют окружающую вас красоту. А вот уже и солнышко снова начинает понемногу припекать. И плюс к этому неизбежный подъем согревает вас изнутри. И чем выше, тем сильнее. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Поднявшись наверх, перед нами опять открываются завораживающие виды, правда немного в другом ракурсе. А если у вас будет с собой бинокль, то поверьте мне, что вы получите еще больше удовольствия разглядывая окружающие вас просторы на много миль в разных направлениях. Пройдя этот путь в очередной раз, я пришел к тому, что нельзя недооценивать места, в которых вы уже когда-то бывали. Каждый раз может стать особенным, а может даже следующий станет еще более интересным. Поэтому, если есть у вас возможность прогуляться в тех местах, где когда-то уже бывали, воспользуйтесь ею. Ну и как обычно, если вам понравилось, то поставьте уже что-нибудь на конец. И подписывайтесь, если не подписались. И пишите комментарии. С удовольствием их почитаю. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнали Симон.